итак добрый день дорогие мои друзья мы с вами продолжаем тему корсетов это вторая наша встреча и в начале хочу с вами поделиться очень грустной своей историей сегодня я работаю впервые с камерой которую купила последний называется она вот так купила в сети линги за 1890 рублей меня отговорили покупать очень такую же майкрософтскую камеру которая стоила 5000 рублей хотя она уже была мной куплена якобы потому что характеристики этой лучше но работая сейчас я вижу что абсолютно никаких хороших характеристик ни у той ни у другой нет я не знаю почему господь бог не дает мне наладить мою работу так как мне бы этого хотелось чтобы и звук был хороший чтобы резкость была вы посмотрите какая картинка никакой нет резкости и поэтому я обращаюсь к вам дорогие мои может быть кто-то у кого есть специалисты среди вас кто помог бы мне выбрать наконец нужную для меня веб-камеру мне нужна веб-камера которую я могла бы подключать компьютеру и смотреть на экране то что я делаю здесь руками за столом пожалуйста подскажите если вы можете что мне нужно купить для того чтобы я могла показывать эту работу качественно посмотрите опять одна печаль опять не в резкости опять ничего на экране не видно но когда это все кончится я просто уже не знаю вот почему то такая история очень огорчена но унывать не надо надо все равно двигаться дальше так как время у меня сейчас есть и постараюсь работать ручкой фломастером и делать эти линии видимыми и яркими и старайтесь воспринимать что-то тогда на слух не пожалуйста обращаясь к вам за помощью посоветуйте наконец что мне нужно купить для того чтобы я могла работать вот с качественно с вами может быть какие-то настройки в компьютере должны быть сейчас поискала ничего не нашла вот такое у меня сегодня огорчение ну ладно а мы продолжаем итак посмотрите наш корсетик и это базовая конструкция теперь мы измеряли от точки а на нашем корсетике мерочку высота груди 1 это начало нашего корсетика я ее и откладываю смотрю сюда на технический так 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 но не буду сдвигать уже с места тут вроде бы резкость нашла вот она vg1 вот эта мерочка высота груди 1 я ее откладываю от точки а 0 вниз 19 сантиметров положили точечку поставили из этой также вниз я отложу мерку высота груди 2 это когда у нас бюстгалтер кончается 37 сантиметров нашем случае через вторую точечку я могу провести нижнюю линию вот эту линию на этой линии я буду проводить контрольное измерение для того чтобы выйти в этом месте на мерочку полуобхват груди 2 вот на эту вот мерку ну а с верхней линии это будет позже мы поработаем сейчас итак мы получили это мерочка высота груди 1 вот она отложена а это мерочка высота груди высота груди 2 эта мерочка просто высота груди и наша любимая с вами точка c центр груди вы прекрасно ней все понимаете и знаете давайте проработаем верхнюю линию нашего корсета для этого от мерочки высота груди 1 мы проводим горизонтальную линию до нашей нагрудной вытачки чтобы было как-то почище и не размазалась эта ручка я буду работать по возможности аккуратно мы получили вот эту точечку измеряем стороны вытачки всегда равны мы измеряем расстояние от этой точки до точки c и точно такое же расстояние откладываем наверх получили вторую точку теперь эту вторую точку мы соединяем с нижним уровнем проймы точкой g на передней половинке вот так проводим эту линию пришли вот сюда затем нужно продолжить эту линию на спинке находим нижний уровень точку g на спинке и соединяем эту точку просто серединой спиночки вот такой вот горизонтальной линии получилось линия верхняя линия нашего корсетика берем сантиметровую ленточку и измеряем ее длину смотрим сколько здесь 9 сантиметров запомнили цифру 9 25 с половинкой сантиметров запомнили посмотрели 49 с половинкой сантиметров ну 49 давайте напишем значит длина этой линии 49 смотрим на наши дополнительные измерения а по нашим измерениям длина этой линии над грудью sg-1 какая она у нас вот какая 47 сантиметров значит мы от 49 сантиметров отнимаем 47 сантиметров и получается 2 2 сантиметра это слабина которую я хочу убрать она мне вверху не нужна я не хочу чтобы мой корсет сверху отставал от моего тела и поэтому эти два сантиметра на эти два сантиметра я увеличил раствор на грудной вытачки и в то же время я все время хочу чтобы на грудная вытачка у меня была ярче грудь была выразительнее поэтому я на эти два сантиметра увеличиваю раствор на грудной вытачки и моя на грудная вытачка будет выглядеть следующим образом чтобы не очень тут пачкать все это была ее одна сторона она сохраняется а вторая сторона стала вот так вот больше итак на грудная вытачка у нас усилилась затем что мне нужно еще сделать еще мне нужно нарисовать нижнюю линию своего корсетика для этого я опять обращаюсь к нашим измерениям и так длина моего корсета по боку 5 сантиметров а по середину по середине передней половинки 10 значит от талии вниз вот эта точка ты откладываем 10 сантиметров а сбоку откладываем 5 сантиметров и соединяем эти точки линия низа на полочке и линия низа на спинке все мы ограничили свой корсетик сверху и снизу дальше смотрим начинается моделирование вытачки уже построены начинается моделирование моделирование это разбираем нашу закрываем вот так половиночку нашего корсетика с передней половинка работаем до видим что на передней половиночке у нас два карта 2 рельефных линии причем они вверху пошире а внизу они сходятся как бы к точке животика для того чтобы ригелин прижал этот животик и проходят они у нас через точку c вот эта точка c центр груди значит мне нужно так положить линеечку на базовой конструкции чтобы вот эта рельефная линия проходила через точку c и выбрать вот эту величину вот это расстояние внизу я выберу сантиметрика 3 посмотрим что получится и так по линии низа я откладываю 3 сантиметра вот сюда 3 сантиметра так выбираю точку c и и кладу линеечку вот таким образом положила линеечку вот таким образом выбрала вот эти 3 сантиметра и положила линеечку и провожу свой рельефчик вот так провела затем я вспоминаю про то тему рельефов мы вспоминаем а еще немножечко не так еще что нужно сделать я оформлю сейчас корректно линию верха то есть до рельефчик а я могу до своего эту линию верха вот так провести и получила вот эту точечку вот у меня получилась точечка куда я пришла затем я вспоминаю про нашим тема рельефа и вытачки вот эти вытачки они все сдвигаются у нас к рельефам к выбранным к несущим сторонам рельефа поэтому раствор вот этой передней вытачки у нас 4 см а рельефа у нас 2 значит мы будем 2 см добавлять к переднему рельефчику и 2 см будем добавлять к боковому рельефчику поэтому вот этой точки по линии Талии вправо я откладываю 2 см верхина этой вытачки переносится вот сюда И так как моя выточка сохраняла свой раствор на каком-то расстоянии от линии далее вверх То я буду сохранять этот раствор То есть посмотрите, здесь я тоже отложу 2 см Вот это расстояние вправо 2 см А дальше моя выточка будет потихонечку сужаться Вот так, вот так, вот так и вот так А вниз, как мне оформить линию низа? Посмотрите, для того, чтобы оформить линию низа Я беру и линию своего рельефа продолжаю вниз Зачем мне это нужно? Мне это нужно для того, чтобы перенести линию Вершину моей талиевой выточки на эту линию Вот у нас была вершинка И посмотрите, как мы соединим с вами линию талии и вершину выточки Вот так соединим Рисовать все-таки надо Так соединим Так, здесь тоненько так нарисую А верх как будет выглядеть? А верх будет у меня выглядеть вот так Так как раствор выточки сохраняется какое-то время То он должен пройти вот по этим точкам У нас сейчас работает тема рельефов с вами Если вы ее подзабыли, значит я вас отсылаю к этой теме И предлагаю вам повнимательнее прочитать то, что там написано Вот так я построила свою выточку Такой она у меня получилась форма Я справилась с талиевой выточкой Вот она у меня где Я сейчас ее зачеркну И вам будет ее хорошо видно Вот она, вот она, вот она Видите, как она на бок как бы легла Теперь мне нужно справиться с выточкой нагрудной Посмотрите, мы ее усиливали на 2 сантиметра И она сейчас у нас имеет вот такой вот большой раствор Вот этот раствор мне надо весь целиком отложить от линии рельефа А линию рельефа мы сейчас нарисуем с вами ярко Давайте мы ее нарисуем Чтобы они не путались сейчас у нас через эти Вот это та выбранная мною несущая сторона рельефчика Которую я придумала, глядя на технический эскиз И когда я ее построила Мне стала известна Центральная часть моего корсета Я ее сейчас обрисую красным цветом Так будет вам, пожалуй, понятнее Так огорчилась из-за этой камеры, что Ой, что стала вести себя некорректно Ладно Видите, красный цвет Это серединка нашего корсетика Это вот эта вот часть Это самый-самый центр Со сгибом, конечно же А теперь мы вправо от нее Строим наши растворы, наших выточек Итак, работаю тоже ручкой Измеряю раствор нагрудной выточки Талевую уже прибавила 6 сантиметров Все 6 сантиметров я буду вот от этой точки Откладывать вправо От рельефа откладываем вправо 6 сантиметров Получили точечку Затем эту точку соединяем с центром груди Соединили с центром груди Вот так И у нас нарисовалась Несущая сторона Не несущая, вернее, извините А боковая сторона Моего рельефчика Посмотрите, я ее как оформлю Я ее оформлю вот так Делаю небольшой овал По форме груди Вот такая у меня получилась линия А между ними, соответственно Вот так теперь уже У нас нарисовалась Вот эта нагрудная выточка Все Переходим к построению Второй рельефной линии Вот этой рельефной линии Где она будет располагаться? Она будет располагаться Вот в этом месте Там, где у нас кончается лифчик Стало быть, мерочка ШГ2 На уровне мерочки ШГ2 Там у нас заканчивается грудная железа С вами, да? Там же и будет у нас Начинаться вот эта рельефная линия А внизу, посмотрите Сравниваем вот эти два расстояния Здесь мы выбрали 3 сантиметра Значит и здесь Мы выберем те же самые 3 сантиметра Поэтому Находим эти точки Отмечаем их На нашей базовой конструкции 3 сантиметра Внизу Раз одна точка И посмотрите Где у нас была Мерочка ШГ2 Видите вот эту линию Ограничение Проймы Со стороны передней половинки И вот она мною выбранная точка Где линия Верхняя линия корсета Пересекает Линию ШГ2 Там и я выбираю Верхнюю точку Для своего второго рельефчика И рисую Несущую сторону Этого рельефа Несущая сторона рельефа Выглядит вот таким образом И завершаем Нашу Нашу Среднюю часть Оформление Вот этой средней части Вот Какое оно у нас получилось Видите Вот надеюсь Сейчас хотя бы фломастерами Вам мою работу видно Затем Вспоминаем про то Что справа Отсюда От этой стороны Нам надо построить Вторую половинку На грудной выточке Ее раствор 2 сантиметра Этот раствор На каком-то расстоянии Вот так вот Поддерживается И сохраняется Вот здесь 2 сантиметра А вершина Этой выточки Талиевой Не доходит До линии груди 3 сантиметра Поэтому мы Вниз Отступаем От линии груди 3 сантиметра И Ставим Точечки Свои Вот так Дальше Низ этой выточки Где он Вот где Нижние точки Нижний уровень Этих выточек Опять Не дотягивается У нас корректно Эта история Поэтому Я удлиняю Свою Несущую сторону Рельефной линии До этого уровня И нарисую Линию Низа Вернее Вторую сторону Выточки Я нарисую Вот так Так Посмотрите Да И Дальше И дальше Я должна нарисовать Очень красиво И Плавно Например Подстроимся Под эти все точки Выберем Красивую Линию Я нарисую Вот так Вот так У меня нарисовалось И здесь У меня Окажется Вот какую Причудливую Форму Приняла Наша Наша Выточка И Возьмем Другой Карандашик Цветной И обведем Третьим Цветом Пусть это будет Пусть это будет Какой нибудь Скажем Зеленый Цвет Как это будет Выглядеть У нас Здесь Обязательно Прямая Линия Дальше Плавно Она Обходит Сюда И Оформляем Вот такой Низ Вот Посмотрите Мои хорошие Мы с вами Сумели Увидеть Три части Центральную Среднюю И боковую Передней Половинки Нашего Корсетика И время Наше Опять Вышло До Следующих Встреч Продолжение Следует Следующий Раз Построим Спинку